Служба спасения Мне повредили тормоза. Это покушение на убийство. Несомненно, что-то пошло не так. Потом ситуация стала еще непонятнее. Я узнал, что подозреваемые пытаются сбежать в Мексику. Такое можно увидеть только в криминальной драме. Мы поняли, что мир не без добрых людей, но встречаются и ужасные личности. Расследование журнала «Пипл». Вскоре после приезда двух человек, жизнь в тихом пригороде Оклахома-Сити изменилась навсегда. Эта история привлекла внимание журнала «Пипл» потому, что она доказывает, что люди не всегда такие, какими кажутся. Почти у всех есть опасные тайны и скелеты в шкафу. Оклахома-Сити, 2001 год В 2001 году Роб Эндрю и его семья, казалось, построили идеальную жизнь в пригороде Оклахома-Сити. Я Джуди Гикстад. Я жила по соседству от семьи Эндрю в Лэнсбруке. Нам безумно нравился этот район. Часто устраивали пикники. В этом прекрасном уголке полно зелени и деревьев с амелой. Я Шеннон Джеймс. Мы с Робом ходили в одну церковь и работали вместе. Лэнсбрук – отличный район с дружелюбными жителями, где все здороваются друг с другом. Прекрасное место для воспитания детей. Роб трудился в рекламном агентстве в Оклахома-Сити. Профессиональная карьера молодого человека шла в гору. Было приятно находиться с ним рядом. Он любил посмеяться и постоянно шутил. Роб часто рассказывал про свою семью на работе, вспоминал забавные истории о них. Все понимали, что он очень гордится ими. В 2001 году Роб и Брэнда отметили 17-ю годовщину свадьбы. У них было двое детей. Брэнда сидела дома и занималась хозяйством. Она старалась быть хорошей женой и матерью. У них был счастливый брак. Они казались чудесной парой. Роб и Брэнда принимали активное участие в жизни общины и церкви. Он был южным баптистом, и вся семья исповедовала эту веру. Роб придерживался высоких моральных принципов. Брэнда подрабатывала в воскресной школе. Она преподавала в пятом классе. Это была энергичная, дружелюбная женщина, с которой мне нравилось общаться. Она поддерживала хорошие отношения с ближайшими соседями. Нам казалось, что они беззаботная, приятная, идеальная пара среднего возраста. 20 ноября 2001 года. Незадолго до Дня Благодарения, 20 ноября после долгого рабочего дня, Роб приехал домой на Шафтсбери-Драйв примерно в 6 часов вечера. Дети смотрели телевизор, а Брэнда в гараже настраивала газовый водонагреватель. Она попросила Роба зажечь огонь, потому что тот постоянно газ. Роб зашел в гараж проверить, в чем дело. Ни с того ни с сего туда внезапно ворвались какие-то люди. В гараж вбежали два человека и что-то неразборчиво прокричали. Роб повернулся и в него выстрелили. Брэнда со всех ног бросилась к двери, которая вела внутрь дома. Дети находились в гостиной, она хотела их защитить. В тот момент в Роба снова выстрелили. Роб выстрелили. Нападавшие скрылись, и Брэнда позвонила в скорую. Служба спасения. Меня ранили. В мужа стреляли. Успокойтесь, кто стрелял? Не знаю. Я не разглядела. Они были в масках. Не знаю. Через несколько минут приехали полицейские и обнаружили, что Роб умер, а Брэнда ранена в руку. По словам пострадавшей, в гараж забежали люди ростом с ее мужа. Оба были в черных масках и темной одежде. Брэнда заявила, что стрелки убежали. В полиции понимали, они могли быть где угодно. Мы не знали, куда отправились подозреваемые. Мы подняли вертолет, полицейские патрулировали улицы пешком и на машинах. Мы задействовали много ресурсов. Будь нападавшие в том районе, мы бы нашли их. Территорию обыскали, но никого не обнаружили, словно стрелки растворились в воздухе. В Лэнсброк прибыли детективы из отдела убийств. Я детектив Роланд Гарретт. Меня назначили одним из главных следователей по этому делу. Мне сообщили, что Брэнду Эндрю везут в больницу, чтобы врачи обработали рану у нее на левой руке. Дети не пострадали. Когда полицейские приехали, они обнаружили их в комнате, вывели и оставили под присмотром соседки. Я осмотрел место преступления. Погибший Роб Эндрю лежал на спине на полу гаража в луже крови. Я обратил внимание на раны, которые привели к смерти. Криминалисты изучили место происшествия и обнаружили в стене гаража пулю от пистолета 22-го калибра, а также гильзу на припаркованном минивене. Я пришел к заключению, что, судя по гильзе, стреляли из дробовика. Мы уже знали, что Брэнду ранили не из дробовика, а, скорее всего, из пистолета 22-го калибра. В Брэнду и Роба стреляли из двух видов оружия. Это соответствовало показаниям женщины о том, что вечером в гараж ворвались двое мужчин. Оставался вопрос, почему? Следователи осмотрели место происшествия и установили, что преступники ничего не забрали из дома. Мы обнаружили бумажник в кармане мистера Эннера. Значит, это было не ограбление. Детективы стали рассматривать версию об умышленном нападении на Брэнду и Роба. Следователь Гарретт приехал в больницу и ждал, когда врачи стабилизируют состояние пострадавшей. Она могла вспомнить детали, которые помогут найти преступников. Когда я приехал, врачи занимались пациенткой. Потом мы отправились в участок полиции и поговорили. Прежде чем задавать вопросы Брэнде, я решил убедиться, что она знает о гибели мужа. Вдруг она была не в курсе. Брэнда была потрясена. Она видела, как ее мужа застрелили. Я решил спросить, есть ли у них враги. В самом начале разговора она сказала, что не знает, кто желал бы им зла. Свидетели уже говорили мне, что Роб был прекрасным человеком. Гарретт закончил допрос, чтобы Брэнда могла отдохнуть. Она мало что сообщила следователю. Полицейские допросили десятки соседей, но никто не видел ничего подозрительного. Единственные, с кем они не сумели поговорить, были гикстады, которые жили по соседству от Брэнды и Роба. Мы уехали из города. То, что мы увидели в новостях, повергло нас в шок. Я позвонила Брэнде. Она расплакалась и спросила, «Вы вернетесь домой?» Я ответила, «Да, мы обязательно приедем, чтобы сходить на похороны и поддержать тебя с детьми». Джуди и Дин Гикстад прервали отпуск и вернулись в Лэнсбрук, но увидели странную картину в собственном доме. Когда мы вошли, Дин заметил, что кровать непонятным образом немного перекосилась. Затем я заглянула в шкаф и внизу увидела, что туфли лежат там, где должна стоять полка для обуви. Саму сломанную полку кто-то засунул под кровать. Мы не могли понять, что же произошло. Затем мы отправились в другую спальню, окно которой выходило на террасу Брэнде и Роба. Дверца шкафа была открыта, а перед ним оказалась гильза от дробовика, которая стояла на донце. Гильза была стреляной. Сначала мы подумали, что в шифоньере кто-то прятался. Кто убил Роба Эндрю? Ужас в Оклахоме. Расследование журнала People. Расследование журнала People. Кто убил Роба Эндрю? Ужас в Оклахоме. В ноябре 2001 года, через день после того, как 39-летнего Роба Эндрю застрелили в гараже в Оклахома-Сити, полицию вызвали в соседний дом, где Джуди и Дин Гикстадт увидели пугающую картину. Супруги вернулись и заметили в спальне, что дверь на чердачный этаж приоткрыта. Они также обнаружили стреляную гильзу от дробовика в другой комнате. Муж сразу сказал, похоже, эта гильза прямиком из патронника. Мы видели, что в нашем доме кто-то переставил и сломал вещи, поэтому у нас появился повод для беспокойства. У нас кто-то побывал. Разумеется, это нас потрясло. Мы отправили туда криминалистов. Они обнаружили гильзу от дробовика, а также несколько целых пуль 22-го калибра на чердаке. Бренду Эндрю ранили в руку из оружия того же калибра. Специалисты отправили гильзу и пули на баллистическую экспертизу, чтобы выяснить, стреляли ли в Роба и Бренду из того же оружия. Баллистики прислали результат и подтвердили, что дом Гикстадов – часть места преступления. Обнаруженная в соседнем доме гильза от дробовика соответствовала гильзе, найденной в гараже Эндрю. Все указывало на то, что убийцы, стрелявшие в гараже, также побывали в доме Гикстадов, где оставили вещественное доказательство. Осматривая помещение, криминалисты обратили внимание, что на двери в особняке Гикстадов не было следов взлома. Значит, у тех, кто вошел в дом и вышел оттуда, имелся ключ. Полицейские подробно опросили Дины и Джуди Гикстад, и те заявили, что последним у них дома побывал их сын Джефф. Взрослый сын Гикстадов жил неподалеку. У него были жена и дети. Родители дали ему ключ от своего дома. Он имел доступ в особняк родителей и, по их словам, побывал там последним, поэтому его допросили. Мы выяснили, что Джефф приходил к родителям и решили узнать, зачем он туда приехал и есть ли у него алиби. Мужчина заявил, что на следующее утро после убийства он пришел домой к родителям примерно в 8 утра. Джефф Гикстад объяснил, что забирал почту и следил за домом, пока родители были в отъезде. Мы пообщались с парнем и поняли, что у него была причина находиться там. Следователи не сумели отыскать повод, по которому Джефф мог напасть на Брэнду и Роба. Его алиби подтвердилось. Джеффа исключили из числа подозреваемых. На следующий день детективы изучили улики и начали строить версию того, что могло случиться и как два убийца в масках смогли исчезнуть в темноте так, что никто их не заметил. По мнению полицейских, выстрелив в Роба и Брэнду, преступники могли скрыться в соседнем доме всего за несколько секунд, задолго до того, как приехали патрульные. Детективы решили, что убийцы прятались на чердаке Гикстадов всю ночь. За это время подозреваемые оставили на чердаке пули 22-го калибра. На следующее утро убийцы спустились, когда все успокоилось, и при этом сломали полку для обуви. Когда они поняли, что натворили в спешке, они быстро спрятали ее под кровать. Но это не объясняло стрелянную гильзу в другом шкафу. Давайте вспомним, что рассказал Джефф Гикстад. По его словам, он вошел в комнату для гостей часов 8. Вполне вероятно, преступники все еще находились в доме и слышали, как он вошел, поэтому спрятались в шкафу и перезарядили дробовик на случай, если их обнаружат. Если догадка была верной, значит, Джефф Гикстад едва сумел избежать печальной участи роба. Когда мне сообщили об этом, я пришла в ужас. Боже, Джеффа могли застрелить. Вот какие мысли крутились у меня в голове. Сын чуть не погиб, когда пришел забрать детский манеж. Полицейские пытались установить, у кого была причина желать смерти робу Эндрю. Они начали тщательно изучать его жизнь, допрашивали родных и друзей, чтобы найти зацепки. Мы не нашли никого, кто мог сказать хоть одно плохое слово о робе. Ни у кого не было с ним конфликтов. Казалось, у Роба вообще не было никаких проблем. Но затем в полицейском архиве следователи нашли сведения о том, что месяцем ранее кто-то покушался на его жизнь. Утром 26 октября, за несколько недель до того, как его убили, Роб заметил, что на асфальт перед его машиной вылилась тормозная жидкость. Он приехал в мастерскую и попросил специалистов проверить машину. Механик осмотрел автомобиль и насторожился. По его словам, кто-то умышленно повредил тормоза. Пытаясь понять, как это произошло, Роб оставил машину в мастерской и вернулся на работу. В тот же день, когда Роб сидел в офисе, ему позвонил незнакомый человек. Незнакомец на другом конце провода сказал, «Ваша жена и дочь попали в аварию. Они в больнице. Поторопитесь». Мужчина сразу же решил все бросить и помчаться к Брэнди. Но тут сопоставил звонок и поврежденные утром тормоза и остановился. Роб не сумел связаться с женой и позвонил в больницу, где ему сообщили, что пациентка по имени Брэнда Эндрю не поступала. Затем он сообщил о случившемся в полицию. Управление полиции, Оклахома-Сити. Я хочу подать заявление. Мне повредили тормоза. Похоже, это покушение на убийство. Я детектив Майк Клика. В 2001 году я служил патрульным в Оклахома-Сити. Мужчина заявил, что кто-то повредил тормоза его машины. Я приехал, встретился с автомехаником, сам осмотрел тормозные трубки и увидел, что почти полностью перерезаны обе трубки, которые шли к передним колесам. Значит, кто-то умышленно повредил машину. Я позвонил Робу. Он сказал полицейскому, что знает, кто пытается убить его. Это его друг из церкви Джеймс Павад. Джеймс Павад был приятелем и страховым агентом Роба. Он занимался страхованием его жизни и практически все знал о нем. Они познакомились в церкви и были хорошими друзьями, поэтому Роб и Брэнда решили оформить страховку у него. Джеймс не подходил на роль подозреваемого. Он участвовал в жизни в аптитской церкви, был диаконом и до недавнего времени работал вместе с Брэндой, учителем воскресной школы. Джеймс Павад служил в военно-воздушных силах. Довольно давно жил в городе и развелся с женой. Он ушел в отставку и занялся бизнесом по продаже страховок. У него не было криминального прошлого. Если встретить его на улице в неформальной обстановке, он покажется отличным парнем. Он развелся в 2001 году и стал близким другом семьи Эндрю. Ходил с Робом на охоту и был его финансовым консультантом. Джеймс оформил ему полис страхования жизни на крупную сумму. Всего за несколько месяцев до убийства Павад выписал Робу полис на 800 тысяч долларов. В случае преждевременной смерти родные Робы должны были получить приличную сумму. Но в своем заявлении Роб указал, что Джеймс совсем не такой добрый, услужливый, богобоязненный, каким кажется. В своей жалобе мужчина написал, что, по его мнению, он завел роман с его женой и, возможно, пытается убить его, чтобы обеспечить будущее себе и Брэнде с помощью полученных по страховке денег. Роб считал, что либо Павад сам хочет избавиться от него, либо нанял кого-то для убийства. Полицейские проверили Джеймса в поисках хоть чего-нибудь, что укажет на его соучастие в преступлении. Детективы побеседовали с прихожанами церкви про отношения Джеймса и Брэнде и удивились их показаниям. Несколько человек сообщили о том, что подозревают о романе между ними. Однажды я увидела его машину, и Брэнда представила нас. Это мой друг Джеймс Павад. Я постоянно замечала его автомобили возле их дома и, разумеется, решила, что Джеймс их близкий друг. Полицейские пообщались с Ронни Стампом. Тот хорошо знал Роба и Брэнду. Ронни с женой тесно дружили с супругами Эндрю, а также знали Павата. Стампы прекрасно видели, как на их глазах разваливался брак Роба и Брэнды. По словам свидетеля, Роб умолял Брэнду порвать с Джеймсом и начать с чистого листа. Его жена не собиралась заканчивать отношения с любовником, и в октябре за месяц до убийства Роба Брэнда подала заявление на развод. Ронни сказал, что ее решение ошеломило Роба. Для Роба это был удар. Он не хотел разводиться, любил жену и детей и желал сохранить брак. Он не собирался уходить. Ронни заявил, несмотря на то, что в суде прошло первое слушание о разводе, Роб явно не был готов расстаться с супругой. Он всегда надеялся, что дела наладятся. Роб уверял друзей, это черная полоса, и я все улажу, мы будем вместе. Ронни уверял. Роб ясно дал понять Джеймсу Павату, что он решительно настроен помириться с Брэндой. Полицейских насторожило время, когда мужчина заявил о том, что тормоза его автомобиля испорчены. Это случилось за четыре недели до убийства. Детективы занимались расследованием этого дела и собирались в очередной раз пообщаться с ним. К сожалению, Роба убили до того, как он явился в участок полиции на повторную беседу о поврежденных тормозах. Детективы предположили, что если Ронни говорил правду, у Джеймса Павата был веский мотив. Он, как и Роб, не собирался расставаться с Брэндой. Следователи пообщались с Ронни Стампом и продолжили искать информацию про полис страхования жизни. Они выяснили, что незадолго до того, как Брэнда подала на развод, Роб связался с Паватом, чтобы обсудить страховку. Он хотел указать своих детей в качестве получателей денег, ведь у них с женой начались проблемы. Но Пават ответил, что Роб не может ничего менять, потому что полис ему не принадлежит. Роб решил не принимать отказа, и во время первого слушания о разводе всего за пару недель до убийства судья постановил, что деньги по страховке должны получить дети Роба, а не Брэнда. Но через какое-то время Брэнда переписала полис на себя и снова указала свое имя в графе о получателе выплат. Оказалось, что через день после слушания женщина позвонила в страховое агентство. Она хотела убедиться, что остается единственным получателем денег по полису. Ее заверили, что все верно, судя по мартовскому документу, который им недавно прислали по факсу. Детективы решили допросить Брэнду по поводу изменений в полисе страхования жизни Роба и по поводу того, что получателями стали не дети, а снова она. Следователи собирались провести допрос на следующий день после похорон. Но события повернулись неожиданным образом, и детективы, вероятно, упустили свой шанс. 26 ноября 2001 года сотни людей собрались проводить Роба в последний путь. Церковь была переполнена. Пришли многочисленные клиенты Роба и коллеги, которые его обожали. Все принесли цветы, но служба откладывалась уже минут на 20. Мы ждали похорон, но они все не начинались. Люди принялись гадать, так почему мы столько ждем? В чем причина? Потом ситуация стала еще непонятнее. В какой-то момент нам позвонили и сообщили, что Брэнда с детьми вообще не пришла. Родные и близкие удивились. Это совсем не в духе Брэнда. Кто убил Роба Эндрю? Ужас в Оклахоме. Расследование журнала People. Расследование журнала People. Кто убил Роба Эндрю? Ужас в Оклахоме. В ноябре 2001 года, через шесть дней после убийства Роба Эндрю, родные и друзья позвонили в полицию с похорон. Они переживали, что не пришла его вдова с детьми. Несомненно, что-то пошло совсем не так. Люди не знали, грозит ли опасность Брэнде или ее несовершеннолетним детям. Все испугались. Когда полицейские не сумели отыскать женщину, детективы попытались связаться с главным подозреваемым, Джеймсом Паватом. Время шло, но следователи так и не могли обнаружить мужчину. Их связывали любовные отношения. Мы подумали, что они, возможно, вместе. Может быть, Джеймс похитил любовницу, запугал ее и заставил уехать с ним. Близких Джеймса и Брэнде попросили сразу же обратиться в участок, если выйдут на связь с пропавшими или узнают, где они могут находиться. Брэнде и Джеймс пропали, а детективы продолжали искать информацию. Сначала они позвонили в страховую компанию и спросили, действительно ли Роб внес изменения в страховой полис. Когда обращаешься в страховую, чтобы изменить условия договора, разговор записывали. Мы получили запись, где Брэнда, Эндрю и Джеймс Пават обсуждают, как пересмотреть условия. Следователи выяснили, что они хотели указать Брэнду как владелицу полиса и единственную получательницу денег. На кассете мы услышали, что они очень сильно злились, когда им не удавалось уговорить агента на другом конце линии. Запрос на переход права собственности был подписан Робом Эндрю. Он назначал Брэнду владелицей полиса. Но полицейские заподозрили, что подпись подделана. Детективы пригласили эксперта и попросили проанализировать подозрительный документ. Мы обнаружили, что на некоторых страницах информация была исправлена. Эта новость заставила следователей насторожиться. Возможно, у них появилось первое доказательство сговора против Роба Эндрю. Потом пришел протокол вскрытия погибшего и версия Брэнды полностью рассыпалась. В отчете говорилось, что в Роба выстрелили дважды с разных точек, скорее всего, из дробовика 16-го калибра. В первый раз стреляли примерно с нескольких метров. Второй выстрел был произведен с расстоянием менее чем в 50 сантиметров. Это не совпадало с показаниями Брэнды. Она утверждала, что нападавшие стояли дальше у въезда в гараж, когда стреляли по ней и ее мужу. Следователи проанализировали рану Брэнды и обнаружили следы пороха на отверстии в ее свитере. Значит, попавшую в нее пулю 22-го калибра выпустили с расстояния примерно в 5 сантиметров. Затем полицейские изучили остальную окровавленную одежду Брэнды, которую она носила в вечер убийства. Тесты ДНК показали, что большая часть крови на джинсах принадлежала ей самой, но там также была кровь Роба. Капли его крови глубоко проникли в ткань, значит, брызги летели на большой скорости с близкого расстояния, причем с того места, где, по мнению полицейских, в тот момент мог находиться один из стрелков. Мы рассмотрели брызги крови на джинсах и предположили, что во второй раз выстрелила сама Брэнда. Получив новую информацию, детективы решили, что женщина не просто замешана в убийстве. Она сама спустила курок. Следователи сообщили, что Брэнда подозреваемая, а пока они с любовником были в бегах, детективы продолжали искать улики. Я сообщила полицейским, что у Брэнда был ключ от моего дома. Мы оставляли его, когда уезжали из города, чтобы забирать письма и газеты. Соседка обычно складывала почту в сумку и клала ее в прихожей у нас дома. Она всегда знала, когда мы возвращаемся. Тогда следователи сказали нам, что следят за Брэндой и Паватом, и что им кажется, будто они сбежали. Все эти дни после того, как Роба убили, я глубоко сочувствовала Брэнде и верила, что она оскорбит и сильно страдает. Мне казалось, она искренна. Но затем мое мнение по этому поводу изменилось. 29 ноября 2001 года прокуратура обвинила Брэнду Эндрю и Джеймса Павата в убийстве и сговоре с целью убийства. Такого просто не бывает на северо-западе Оклахома-Сити. В нашем прекрасном районе живут семейные люди с большим достатком. Такое можно увидеть только по телевизору, в криминальной драме. Я не ожидала, что подобное может стрястись с моими знакомыми. Люди удивлялись. Это была история про секс, религию и деньги. Брэнду, примерную мать из пригорода, заподозрили в убийстве. Журналисты подняли большую шумиху. Давайте уберем Брэнду Эндрю и Джеймса Павата с улиц города. Самое главное вернуть детей целыми и невредимыми. Семилетний мальчик и десятилетняя девочка путешествуют с двумя взрослыми, против которых собрано достаточно улик. Мы полагаем, они умышленно убили Роберта Эндрю. Всем нам страшно. Больше всего меня беспокоит, что они сделают, если почувствуют, что их загнали в угол. Несмотря на все внимание СМИ, никто не мог отыскать Брэнду, Джеймса или детей, пока дочь Павата не сообщила очень важную информацию. Она поведала, что за день до похорон она была дома, когда к ней приехали отец с Брэндой. Они были с детьми на двух загруженных багажом машинах. По их словам, они отправлялись на юг, потому что полицейские хотели их подставить, и они ничего не могли поделать. Беглецы собрались в Мексику. Когда мы узнали об этом, то связались с ФБР, и те заявили о бегстве во избежание уголовного преследования. Когда полицейские выяснили, что это Брэнда и Джеймс опережали их почти на два дня, и, скорее всего, уже пересекли границу. Детективы не знали, где их искать. Мексика большая, там много места, где можно спрятаться. Джеймс и Брэнда с детьми скрывались уже несколько недель, но детективы не сдавались. Они осуществляли несколько планов. Мы заблокировали все их счета, чтобы они не могли снять деньги. Со временем у них бы кончились средства и пришлось бы что-то предпринимать. Через три месяца Джеймс обратился к своей дочери, которая уже сотрудничала с полицией. Агенты ФБР прослушали разговоры и поняли, что у них нет денег. Джеймс позвонил дочери с просьбой выслать денег. Девушка помогла установить, где они находятся. Детективы выяснили, что чаще всего Джеймс звонил из курортного города Канкун в Мексике. Следователи считали, что нашли их, но поступил звонок с мексиканской границы. Бдительный пограничник прочитал ориентировку ФБР и узнал Брэнду, Джеймса и детей. Он задержал их всех. Беглецов доставили сюда и поместили под арест. Они наняли и адвокатов. Мы так и не сумели снова допросить женщину или ее любовника. Маленьких детей сразу же отдали под опеку родителей Роба. Брэнду и Джеймса должны были судить отдельно. Обоим грозила смертная казнь. По-моему, зачинщицей и организатором была Брэнда. Она оказалась не такой умной, какой себя считала. Женщина искала человека, который расправился бы с ее мужем и, наконец, нашла его. Это был Джеймс Пават. Детективы собрали много улик, и никто не сомневался, что Брэнду признают виновной и, возможно, приговорят к казни. Но тут начался суд. Защитники подсудимой предъявили шокирующую информацию, и все снова задумались. Кто убил Роба Эндрю? Адвокат показал письмо, которое якобы доказывало, что Брэнда Эндрю ни при чем. Кто убил Роба Эндрю? Ужас в Оклахоме. Расследование журнала People. Расследование журнала People. Кто убил Роба Эндрю? Ужас в Оклахоме. Оклахома-Сити. Через три месяца после убийства Роба Эндрю в ноябре 2001 года его жену Брэнду и ее любовника Джеймса Павата обвинили в расправе над ним. Обоим грозила казнь. Меня зовут Майкл Арнет. Я защищал Джеймса Павата в суде. На слушаниях прокурора заявляли, что мой клиент и Брэнда Эндрю просто хотели быть вместе и что это стало бы возможным, если бы они устранили Роба Эндрю. Кроме того, мистер Пават предоставил миссис Эндрю полис страхования жизни мистера Эндрю, чтобы они смогли жить, ни в чем себе не отказывая после его смерти. В августе 2003 года Джеймс Пават первым предстал перед судом. На основании улик прокуроры нарисовали картину того, что могло случиться перед тем, как погиб Роб. В 2001 году, незадолго до Дня Благодарения, Роб Эндрю вернулся домой. Он не подозревал, что его жена Брэнда с любовником Джеймсом Паватом поджидали его и планировали убить. Он приехал домой. Брэнда позвала его в гараж проверить огонь в водонагревателя. Он услышал звук, повернулся и в него выстрелили. После первого выстрела Пават отдал дробовик Брэнде. она выпустила вторую пулю. Джеймс ранил Брэнду в руку из пистолета 22-го калибра, чтобы сделать вид, что и она была жертвой, а потом сбежал. Затем Джеймс Пават дождался в соседнем доме, пока полицейские закончат работать. Адвокаты утверждали, что Джеймс не причастен к убийству и заявляли, что прокуроры не доказали мотив. Джеймса не нужно было убивать, чтобы заполучить Брэнду. Стоило лишь дождаться, когда она разведется. Убийство Роба ничего ему не давало. Суд продлился почти три недели, и присяжные вынесли вердикт. Мы считаем подсудимого Джеймса Павата виновным в тяжком убийстве и настаиваем на смертной казни. Помню, когда Джеймса приговорили к высшей мере, он встал, обнял меня и признался, что боится. Год спустя начался суд над Брэндой. В СМИ поднялась шумиха. Слушания привлекли внимание всей страны. Общественность сходилась во мнении, что женщина виновна. Никто не ожидал, что появится улика, которая докажет ее невиновность. Адвокаты защиты предъявили в качестве доказательства письмо и заявили, что его якобы написал Джеймс Пават. Там говорилось, что он расправился с Робом Эндрю, а Брэнда здесь совершенно ни при чем. В послании он подробно объяснил, как украл ключи от дома Эндрю, завладел дробовиком Роба, использовал его для убийства, а потом спрятался в соседнем особняке. Они заявляли, что его написал Пават, но эксперт установил, что почерк не принадлежал моему подзащитному. Если его написал не Джеймс, появился вопрос, кто же это сделал. Прокуроры предположили, что Брэнда сама составила это письмо, но эксперты не сумели ни доказать, ни опровергнуть эту версию. Самое главное, говорилось ли в этом признании «Правда». 21 июня Джеймса Павата привели давать показания на суде над Брэндой. Его спросили, писал ли он это письмо и правдиво ли оно, но Пават отказался отвечать, сославшись на пятую поправку. Возможно, он не хотел ничего делать, если она не поможет ему. Он решил спасать себя сам. было невозможно установить подлинность письма, значит, его нельзя было использовать на суде. Прокуроры настаивали на своей версии. Они представили на суде следующие улики. Страховой полис и заявление о поврежденных тормозах. Мне повредили тормоза. Это покушение на убийство. Во время суда подробно обсуждались доказательства. все это слышали. Было очевидно, что Бренда и Джеймс спланировали убийство. Женщину ранили в руку очень демонстративно, чтобы показать, что и она жертва. По-моему, Бренда Эндрю совершила преступление ради денег. Она не хотела потерять детей во время битвы за опеку над ними после развода. Прокуроры изложили мотив и вызвали свидетеля, который поведал, что Бренда собиралась убить мужа. У него был роман с подсудимой. Она призналась, что желает смерти Робу. Это доказывало, что она на самом деле полна ненависти и бесстыдной лжи. На слушание почти каждый день приходило много коллег, друзей и родственников. Мы хотели услышать правду и убедиться, что справедливость наконец восторжествовала. Судебное разбирательство продлилось почти шесть недель. Бренду Эндрю признали виновной в убийстве и в сговоре с целью убийства. Я помню, что она заявила после того, как присяжные вынесли вердикт. Бренда сказала, решение несправедливое и неправильное. Я не делала этого. Она до самого конца утверждала, что ни при чем. Ее приговорили к смерти. До этого в штате Оклахома не казнили ни одну женщину. Я служу в полиции уже 28 лет и принимал участие в очень многих слушаниях. Чаще всего я не сижу до конца, когда присяжные выносят вердикт. Но в этот раз остался и сел в галерее. Меня затронуло это дело. Я очень сильно старался помочь, но не смог. Я просил, чтобы Роб не ехал домой один, но он просто ответил, не беспокойтесь за меня. Бренда все спланировала. Она прекрасный манипулятор. Помните ту старую присказку про черную вдову? Кто знает, что случилось бы с Джеймсом, останься он с ней. Жители Лэнсбрука отреагировали так. Она получила по заслугам. Я сомневаюсь, что кто-нибудь из ближайших соседей сочувствовал Бренде, потому что она сама стала причиной собственных бед. Она уговаривала двух-трех любовников избавить ее от мужа. Это уму непостижимо. Помню, я думала, зачем нужно было убивать Роба. Бренда уже подала на развод. Он бы и так отдал ей все. Он уже собирался перевести ей все свои сбережения. Роб был готов уступить ей опеку над детьми, хотя я уверена, он понимал, что это не лучший вариант. Он уже согласился отдать ей все, что она просила. У Бренды не было причин избавляться от мужа. В этом нет никакого смысла. Не знаю, о чем она думала. Бренда постоянно твердила Робу, что ненавидит его. Наверное, она просто хотела расправиться с ним, чтобы он не мешался. Может, ей казалось, что она избежит наказания, что ей поверят. Дело можно считать закрытым, но преступление Бренды по-прежнему оказывает влияние на множество людей. Жертвой стал Роб, но пострадали и дети. Они потеряли обоих родителей, ведь Бренда оказалась в тюрьме, а Роба лишили жизни. Я сочувствую им. Слава Богу, их передали на воспитание прекрасным родителям Роба. Его дочка окончила колледж, а сын все еще учится. Видимо, они пытаются жить нормальной жизнью. Я благодарю за это их бабушку с дедушкой. Хотя прошло много лет, близкие Роба не забывают то неизгладимое впечатление, которое он производил. Роба уважал очень много людей. У него были братья, родители, племянники, друзья. Хотя прошло уже почти 20 лет, мы до сих пор вспоминаем о том, как нам его не хватает. Это была огромная потеря. Джеймса Павата приговорили к казни за спланированное убийство Роба Эндрю. В декабре 2019 года Брэнда Эндрю обжаловала приговор. Она остается единственной женщиной в камере смертников в Оклахоме. Роб Эндрю 1962-2001 Редактор субтитров